Доброе утро! Вчера в нашей стране состоялось важное политическое событие – парламентские выборы, которые прошли демократично, позитивно и организованно. О том, что белорусы заинтересованы в яркой будущей картине своего государства, свидетельствует традиционно высокая явка. Какими были выборы 2016 и чем они отличались от предыдущих, узнаем прямо сейчас. Концерт классической музыки и танцы, выездные буфеты с блюдами национальной кухни, сувениры для голосующих впервые. Еще с советских времен выборы стали для нас праздником и возможностью решать судьбу государства. Так, выборы 2016 в высший законодательный орган страны не стали исключением. Об успехе избирательной кампании свидетельствовало еще досрочное голосование. За пять дней со своими симпатиями к кандидатам в депутаты определилось более 31% избирателей. Для сравнения, четыре года назад проголосовало на 300 тысяч меньше белорусов. А 11 сентября, в основной день голосования, белорусы приходили с самого утра. Выбор делали осознанно и с перспективой на будущее. Я смотрел по телевидению программы и теледебаты наших кандидатов в парламент. Наиболее предпочтение я отдавал тому кандидату, который больше склонялся к улучшению жизни людей. Хотелось бы, вот депутаты, которые будут избраны, достойно отнеслись и помнили, что мы за них давали голоса, отдали голоса, чтобы наша вся молодежь была обеспечена работой. Право голоса в этом году было почти у 7 миллионов белорусов. А потому на избирательных участках многолюдно приходили целыми семьями, чему удивлялись и радовались европейские наблюдатели. А уже к 14 часам явка превысила 52% и парламентские выборы состоялись. Кстати, самыми оперативными оказались военные. Уже к половине первого на 12 закрытых участках голосование было завершено. 511 участок в Минске и вовсе окрестили ВИАИПИ. Здесь было много высоких гостей, заинтересованных в плодотворной работе парламента. В этот раз достаточно большая конкуренция среди кандидатов в депутаты. Я исходил из того, что насколько, будем говорить, кандидат или кандидат, за которого я отдаю голос, может быть действительно эффективен вот в этом законотворческом процессе. Потому что это основная функция. Это должен быть очень ответственный человек. Это должен быть известный человек. Это должен быть человек, который своим трудом показал, что он способен, во-первых, заработать сам, обеспечить свою семью и, естественно, представлять жителей этого региона. Проголосовал утром и президент нашей страны. Вместе с младшим сыном Николаем он прибыл на избирательный участок в Белорусский государственный университет физической культуры. Глава государства отметил, что депутаты должны настраиваться на трудную и тяжелую законотворческую работу. Нашим депутатам надо добавить немножко политической составляющей, в том числе, к какой-то степени, дипломатической, чтобы депутаты были более активны политически как внутри страны, так и на международной арене. Эти выборы стали самыми мультимедийными. Глава Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина проводила брифинги с журналистами каждые два часа и оперативно делилась результатами голосования. Кроме того, была налажена интерактивная связь с регионами и организованы телемосты. Выборы становятся технологичными и, возможно, когда-нибудь и вовсе электронными. У россиян есть те же КАИБы, специальные электронные считывающие устройства, куда опускается бумажный бюллетень, и он считывается, естественно, специальной программой. С одной стороны, это ящик для голосования, с другой стороны, это уже компьютер. Ряд государств вообще уже не используют бумажные носители, а используют только электронный вид голосования, когда избиратель голосует с помощью нажатия кнопки. А, разумеется, это все стоит средств. Уже скоро народные избранники приступят к исполнению своих обязанностей. Пожелаем им мудрости, терпения и как можно больше подвигов во имя нашей прекрасной страны. Анастасия Макеева, Илья Пучкова, специально для студии. Хорошего настроения.